В больницах продолжается вакцинация против гриппа. Любой человек без проблем может сделать бесплатную прививку в своей поликлинике. Процедура занимает не более 10 минут. Прежде чем сделать процедуру, врач измеряет температуру, чтобы исключить инфекционные заболевания, сделает укол и грипп больше не страшен. Однако у вакцины против гриппа имеется противопоказание. Её нельзя ставить людям, у которых есть аллергия на любой из компонентов, в том числе и на белок куриного яйца. И в острый период какого-либо заболевания. Год от года охват населения такой профилактикой стараются расширить. Чем больше доли народа привита, тем проще сдержать наступление эпидемии. Кроме того, вирус гриппа подвержен эволюционной изменчивости. И в свою очередь состав периодически пересматривается. По данным Минздрава, в стране начинают внедрять новую, более совершенную вакцину. Она содержит четыре штамма вируса. Уже к 2023 году планируется полностью перейти на современный препарат. Первыми прививаются пациенты в зоне риска, дети старше 6 месяцев, беременные, сотрудники медучреждений и работники сферы обслуживания. План вакцинации по району составил более 12 тысяч человек. В этот сезон в центральной районной больнице уже привита половина населения. На этот эпидемийзон на 19-20-х годах мы запланировали охватить более 45% населения. Увеличение заболеваемости планируется на январь-март месяц 2020 года. Поэтому вакцина-профилактика занимается спокойным периодом. Коменту крипла. Сезонный рост ОРВИ наблюдается, но не превышает эпидемийзон. Прививку необходимо делать до увеличения сезонного, до увеличения заболеваемости. Спустя, после проведения прививки иммунитет формируется через две недели и сохраняется в течение всего года. При гриппе, в первую очередь, есть такие осложнения, как пневмония, воспалительность поливания горорганов и ингиты, вплоть до летального исхода. Человек, привитый, против гриппа, есть шанс, что он может заболеть, он не умрет. К слову, количество привитых с каждым годом увеличивается. По данным Распотребнадзора, только в прошлом году получили вакцину. 70 миллионов человек – это 49% населения страны, в том числе 17 миллионов детей и более 180 тысяч беременных женщин. Прививочная кампания в Краснокамском районе продлится до конца ноября. Процедуру может пройти любой желающий, бесплатно в своей поликлинике.